Привет, друзья! Меня зовут Александр и это проект V-Way Travel. Сегодня мы с вами поговорим о дорогах, о движении на дорогах, о особенности управления мотобайком во Вьетнаме, в частности в Ньичанге. Но чтобы понять особенности этого, скажем, вождения, принципа вождения здесь, надо посмотреть на эту, скажем, проблему со стороны. Чтобы понимать, что такое Вьетнам, представьте себе одну дорогу. Она, по сути, есть, это дорога с Хануэ до Хо Ши Мина, то есть до Сайгона. С севера на юг, с юга на север, все движение постоянно проходит. И вдоль этой основной магистрали и кипит вся жизнь, развиваются города, строятся предприятия. Собственно, и вот этим обусловлено принцип вождения, динамика вождения в самом городе Ньичанг. Она здесь сумасшедшая, непонятная, много кому непонятная. Правилам дорожного движения в Вьетнаме ограничена скорость на территории населенных пунктов 40 км в час. На трассе 60 км в час. Рекомендую вам не нарушать эти скоростные ограничения, так как законы пишутся не зря. И рассчитывая на то, что со скоростью 40 км в час вы будете ехать, успеете отреагировать на любую дорожную ситуацию. Можете здесь такое встретить, что вьетнамка или вьетнамец вылетает со стороны откуда-нибудь, с проулка, не посмотрев на вас, просто врезается в поток и поехал. Для вас это будет ситуация такая, ну, без ряда вон выходящая. В России бы это, не знаю, в Украине, Беларуси, Казахстане, там уже давно была бы уже дорожно-транспортная ситуация такая неприятная. Здесь это нормально, не надо это понимать. Понимать то, что здесь всегда все друг другу уступают. Поэтому дорожных таких неприятных ситуаций, аварии на дорогах, их просто по минимуму, их, может сказать, почти нет. Конечно, встречается, как говорится, в семье не без этого интересного человека. Так вот и здесь есть нормальные вьетнамцы, а есть особо уникальные. Но по большей части они придерживаются, скажем так, основным правилам, не тем, которые написали в государственных органах, а тем, которые сформировалась уже динамика развития города, вообще, стороны в целом, то, что движение, вот оно только вперед, и ни шагу назад, и не надо смотреть направо, ни налево. Помните, что вас всегда пропустят, всегда вам дорогу уступят. Но, единственное но, если вы едете, разворачиваетесь на дорогу, видите, машина едет, моргает вам, это не значит, что она вас пропускает, это значит, что она вас не пропускает, что и показывает, что-то он едет, его величество, царь Вьетнама едет, и говорит, фа-фа, и там моргает, это я еду, не пропуская никого, это да, это... В короле дорог здесь таксисты, кстати, вот это вообще демоны отдельные, они носятся, не пропускают, у меня лично было две аварии с таксистом, с одной я эту ребра ломал, со второй, слава богу, более-менее обошлось, но мало приятного падать, больно, асфальтная болезнь, она такая, болючая. Ну, и, конечно, если вы надумаете брать в аренду байк, обязательно обращайте внимание на его целостность, то есть надо сфотографироваться по кругу, везде, чтобы не было царапин, мало ли ситуация, вьетнамцы любят, ну, это обычно разводят туриста, там все, мы, в Триланде, Вьетнаме, Турции, неважно где, всегда разводят за счет этих царапин, потому что здесь вы оставляете депозит 100 долларов, либо документы, ну, и, конечно, кто хочет возвращать вам депозит 100 долларов, ну, знаете, какой-нибудь косяк, один или два, чтобы 50 долларов разобраться, главное, отнеситесь к этому внимательно, геолокации, где на данные, где брать байки лучше всего, я оставлю в описании, потому что, ну, это проверенные ребята, проверенные места, но все равно обязательно сделайте фотографии по кругу байка, для вас это будет лучше. Ну, и немаловажный такой момент движения, это переход через дорогу, когда если вы планируете перейти через дорогу, помните основную, главную истину, вы должны быть предсказуемы, то есть вы резко не останавливаетесь, не бежите никуда, просто идете спокойно, равномерным шагом, смотря на лево и на право, потому что тут ездят не обязательно, что там справа вправо, слева влево, да, нет, тут они по-разному ездят, все, что можно ожидать, ожидайте, ну, собственно, вот так. Так, друзья, давайте с вами перейдем через дорогу, посмотрим, как это делается. Сейчас движение не такое интенсивное, как бывает, там, часиков 5-6 вечера. Нахожусь я на центральной линии, на первой линии, недалеко от Лотоса, на одном из самых оживленных перекрестков, это улица Питу, уходит отсюда, точку поставлю. Ну и вот, главное со мной, это идти равномерно, равномерно, не напрягаясь, но, правда, в машинах сейчас дорог нет вообще, никого. Ну вот, вот, давай, идемте. Видите, без резких движений, спокойно перешли, никто нас не сбил, никто не задавил. Дубль 2, кадр 1. Ну, пойдемте. Идем, количество некоторых байков, мы спокойно идем, не напрягаясь, нас спереди, сзади, везде объезжают. Вот машины, без резких движений. Даже и такое бывает, уступает дорогу. Собственно, вот и все, ничего сложного, переходите через дорогу аккуратно, без резких движений, без рывков. Совет от меня, обязательно, смотрите по сторонам, ходите аккуратно, если взяли байк в аренду, едите, вот прям аккуратно, скорость не превышаете. И помните, что единственный, кто на дороге будет соблюдать правила дорожного движения, это будете вы. И только вы. Друзья, подпишитесь на наш канал, поставьте пальцы вверх и жмите на колокольчик. Нам это будет приятно. Вы будете следить за нашими новыми выпусками. Переходите по ссылкам ВКонтакте, Инстаграм, Фейсбук, обязательно подпишитесь. Там немножко другая тематика контента, тоже очень интересно будет. Почитайте, можно запланировать ваш следующий отпуск. Смотрите билеты и отели на сайте vivay.travel Редактор субтитров А.Семкин